Бобруйск с рабочим визитом посещает заместитель премьер-министра Пётр Пархомчик на повестке дня работа флагмана белорусской деревообрабатывающей промышленности. Первоочередная задача для Фондока – поиск новых инвестиционных проектов расширения рынков сбыта. Предприятие активно трудится в этом направлении. Так на новый уровень вышло сотрудничество с Узбекистаном. В этой стране Бобруйский завод займётся производством мебели. «Планы у нас, конечно, на этот год, они грандиозные, они и есть. Прошлый год для нас был одним из, наверное, сложнейших, поскольку нам пришлось полностью перестраиваться и на рынке, и менять ассортимент выпускаемой продукции». На Белшине главный упор на работу в области импортозамещения. Завод сотрудничает с БелАЗ, МАЗ, МТЗ, ГОМ, Сельмаш – гигантами белорусской промышленности. Обновление ассортимента выпускаемой продукции, оперативное реагирование на потребности заказчиков позволяет предприятию быть в топе. «Белшина последних два года, 22-23, сработала довольно успешно. Практически выполняются все доведённые показательства правительством. Восстановилась неплохая рентабельность в пределах 9%. Но в любом случае есть определённая сложность». «Был обозначен перечень вопросов, на которые предприятие поставит первоочередные задачи. Это ходимость шин сверхкрупногабаритных с целью определения их темпа и производства в ближайшие года. Был обозначен вопрос оснащения лабораторий, в том числе и отраслевой перечень оборудования, необходимое для оснащения лабораторий». Производство шин – трудоёмкий процесс. Неотъемлемая часть разработки продукции – отраслевая лаборатория. Отличный результат возможен только благодаря научному подходу, профессионализму сотрудников и качественному оборудованию. Бобруйские шинники активно взаимодействуют с Национальной академией наук и лучшими вузами страны. «Мы проводим, называется, обратный инженерный анализ. Мы берём, значит, лучшие шины-аналоги, препарируем эти образцы, заготавливаем различного рода и формы образцы и проводим испытания. Так только вот на одной резине протектора проводится порядка ста испытаний, получается порядка 200 различных показателей». Главный акцент в год качества сделан на совершенствовании продукции. Для расширения ассортимента и наращивания объёмов будет продолжаться модернизация производственных баз. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.